Итак, я расскажу о гитаре Fender Jaguar Classic Player Special HH То есть с двумя хамбакерами, производством Мексика Покажу его на чистом, на перегруженном звуке и в разных режимах работы В данном случае играется на хамбакере, но с отсечкой Включен только нековый датчик Вот контрол для него Отсечка включена То есть в данный момент играет только сингл Теперь переключаю на бриджевый пикап То же самое, тоже в режиме сингла Дальше из контролов у нас, кроме включения пикапов и отсечек Имеется High Pass Filter То есть может чуть-чуть срезать верхние частоты На этом пикапе лучше Так, теперь два сингла включены Какая еще особенность Jaguar в целом, это укороченная мензура 24 дюйма За счет этого даже десятка струн бендится очень легко То есть практически без усилий Также за счет этого появляется такой характерный ягуаровский звук То есть если струну дергать легко, то обычный чистый звук Если чуть-чуть усилия добавить Такой резкий перкуссивный становится На других гитарах, чтобы такого звука добиться Нужно гораздо сильнее лупить по струнам А здесь это натуральный, так сказать, звук Дальше что у нас есть? У нас стандартная громкость Очень плавно, без щелчков работает Тон очень классный То есть тоном можно звук менять в очень широких пределах В отличие от других гитар, которые у меня были Здесь ручка тон можно прям пользоваться Далее переходим к ручке тремоло Она послабее, чем у стратов Не флойд уж точно И посмотрим, что она дает По очереди все струны открытые дерну И на полную вниз, на полную вверх Особенность тремоло у Ягуара Еще в том, что бридж тоже движется То есть обратите внимание, когда я пускаю ручку Бридж наклоняется тоже влево-вправо Не очень сильно, но, надеюсь, заметно И довершает, значит, все контролы у нас Килл-свич Начинаем включать хамбакеры Начну с бриджевого И убавлю немножко гейн на звуковой карте Потому что начинается клиппинг Поскольку у нас регулировка плавная Мы можем, в принципе, получить Как полную отсечку, так и половину То есть вот полная отсечка Начинаем добавлять потихоньку туда Вторую катушку И вот полный хамбакер То же самое делаем для некового звукоснимателя Сначала полную отсечку Чуть-чуть добавляем Еще добавляем Полный хамбакер Как слышите, даже на хамбакерах Здесь присутствует вот такое, как бы, стекло немножко Та самая атака Ее немножко можно срезать, убрав тон Послушаем два хамбакера сразу Теперь попробуем поменять усилительную На более яркий Классический винтажный усилок Посмотрим, что из него можно добить Это два хамбакера включены Включаем только нековый Классический винтажный усилок Включаем только бридж Классический винтажный усилок Вот, даже похож немножко на стратовский звук становится Так, теперь на этом усилке я переключаюсь на синглы И вот оба сингла включены Если на таком усилке с синглами играть Уже получается такой более классический звук Даже немножко визжащий такой звук Опять-таки, чтобы с этим справиться Можно тон немножко покрутить На неке, конечно, совсем по-другому Ну что ж, идем дальше И я переключаюсь на легкий овердрайв Классический винтажный усилок В данный момент у меня включен нековый датчик И сингл по-прежнему То есть сингл на овердрайве Тут звучат, ну, интересно Очень так, по-классическому Другой сингл Другое дело с хамбакерами То есть та же самая настройка овердрайва Но с хамбакерами дает совершенно уже другой звук Так, попробуем включить овердрайв немножко потяжелее Включил побольше драйва И посмотрим, как поведет себя нековый датчик Ну, в данном случае нековый хамбакер Включаем бриджевый хамбакер Дальше попробуем убавить тон на полный Посмотрим, какой из этого выходит звук Ну, похоже на датчик Дальше попробуем убавить тон на полный Теперь переключимся опять на чистый звук Похоже на оригинал Я включил усилитель более басовитый Включил синглы И посмотрим, как будет все это звучать при игре пальцами Включил сингл Ну, как слышите, пальцами можно добиться достаточно мягкого звука Но можно также и дергать сильнее Получится звук пожестче Включил сингл Во всех этих примерах я использовал Только чистый звук То есть максимум, что использовалось Это педаль овердрайва Плюс усилитель Попробуем сейчас навертеть Немножко побольше эффектов Разнообразных Ну, собственно, понятно Здесь ноты повторяются То есть дилей И изменение высоты тона Теперь я добавил компрессор в начало И дилей с реверсом ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну и, в общем, какой вывод я делаю Из небольшого пока что опыта пользования этой гитарой Что гитара очень мощная У нее очень яркий собственный голос Несмотря на то, что струны до сих пор стоят стоковые Звучат замечательно Тремоло я не настраивал Заводская настройка Она, в принципе, пока нормально меня устраивает Потому что локом я пока не пользуюсь Качество сборки отличное Лады нигде не выпирают Все красиво сделано Никаких там зазоров, заусенцев Ничего нет Цвет замечательный Покрашено все хорошо Очень удобный профиль грифа для меня Прям Очень удобно играть Достаточно тяжелая гитара Вообще тяжеловато, наверное, будет с ней играть стоя Хотя корпус ольха Но он такой толстый, массивный Многие говорят, что сустейн Как бы плохой у ягуаров Но я как-то не заметил, что он прям совсем отстой Струну дернул Звучит, ну, достаточно долго Если нужно дольше, можно вытянуть компрессором Или сустейнером Классные вот эти струны У них такой Хороший звук Если по ним бить медиатором Вибрируют и основные струны Красивые звуки такие странные возникают Тоже хорошая опция Отсечка Это просто вообще нет слов То есть как все работает с отсечкой И без отсечки Но это разные гитары просто получаются Особенность в том, что Джек на передней панели И поэтому нужно будет мне купить Кабель Буквкой Г Чтобы сюда подключать Иначе этот у меня скоро умрет Насчет внешнего вида, думаю, все понятно Очень, очень красивая гитара Ну, укороченная мензура Я тоже как-то боялся Думал Я привык на 25-75, по-моему, там где-то Стандартная фендеровская А это 24 дюйма И Играть на ней сначала Кажется немножко непривычно Но Вот я привык И мне кажется, это гораздо удобнее Вот Все, что я играл до того на обычной гитаре Играю на этой Легче То есть Где бы я ни взял Вот Надеюсь, что я немножко Сумел подробно рассказать Хоть-хоть на сколько-то Об этой гитаре В общем Мне очень-очень нравится Эта гитара Всем пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!